СМИРЕНИЕ Я очень рад новой встрече с вами. Благодарю вас за вашу верность. Тема, на которой я хотел бы рассуждать, звучит так. Смирение — это защита. Может быть, вы скажете, ну как смирение, может быть, защита? Смирение — это не просто черта характера, это не просто скромность, это намного больше. Смирение означает пребывать в состоянии полной зависимости от Бога, будучи укорененным своей идентичности, в своем характере, осознавая свои сильные и слабые стороны, и не испытывая нужды сравнивать себя или идти на конфликт с другими людьми. Смирение — это черта, которая позволяет нам принять нашу полную зависимость от Бога и жить при этом соответственно. Смирение — это не унижение. Унижение — это то, чему мы подвергаемся, может быть, не специально. Унижение сложно пережить. Может быть, вы столкнулись с этим. Унижение нам неприятно, так как оно задевает нашу честь. Однако смирение — это добровольный акт. Мы находим прекрасный пример этого в Библии, в Слове Божьем. Весь Новый Завет повествует нам об Иисусе, который был кроток и смирен сердцем. Иисус был смиренным человеком, но в то же время он совершенно осознал свою идентичность как Сына Божьего. Он был сильным, обладал авторитетом, был влиятельным и славным. Тем не менее, он был совершенно смиренным, потому что он зависел от своего Отца. Послание к филиппицам говорит нам о том, что Иисус смирил Себя Самого. Его, конечно же, унижали прилюдно, особенно на кресте. Это был пик унижения. Однако Библия говорит, что он мог бы избежать этого. Он не был обязан пережить это унижение. Он сделал выбор отдать свою жизнь. В послании филиппицам 2 главе написано, что он смирил Себя через послушание. Итак, смирение — это повиновение. Это добровольное повиновение Господу. Иисус смирил Себя, став слугой. Он отдал Свою жизнь на кресте. Слово Божие также говорит, что Бог именно по этой причине возвысил Его и дал Ему имя выше всякого имени. Иисус — Царь царей и Господь господствующих. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Это написано в 1-м послании Петра, 5-й главе. Написано так. «Облекитесь смиренно мудрием». Смирение — это не всегда естественная черта нашего характера. Однако Бог говорит, что мы должны облечься смирением, так как мы находим эту черту в характере Христа. Он совершенный, смиренный человек, который в своем смирении был сильным, находился в Божьем благоволении и под его защитой, так как он был в повиновении. Не забывайте, что повиновение — это защита. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, противоположность смирения — это гордость. Тот, который ни в ком и ни в чем не нуждается, независим. Он надменный. Он знает все и ничему не учится. Он самодостаточен. Он нуждается в том, чтобы сравнить себя с другими, для того, чтобы стать кем-то. А смиренный человек обладает собственной идентичностью. Он не нуждается в сравнении, так как он знает, что Бог наблюдает за его жизнью. Он очень хорошо знает свои сильные и слабые стороны. Поэтому, живя в смирении, он испытывает внутренний мир. Слово «смиренный» происходит от слова «хумус», что означает «близок к земле». Итак, он приземленный, он не изображает из себя ничего. В слове написано «смиритесь под благую, крепкую руку Божию». Я здесь добавил слово «благую», потому что Божья рука благая. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Возложи свои заботы на него, потому что он сам обещает, «я позабочусь о тебе». Оставайся в этом правильном положении и поведении, сердцем облеченном смирением, потому что Бог дает смиренным благодать, а гордым противиться. Слово также говорит, что гордость предшествует падению. По этой причине я говорю, что смирение – это защита. А гордость – это опасно. Сатана упал по причине своей гордости. «Гордость – это очень опасное, хрупкое положение, которое заставит вас рано или поздно упасть. Если вы падаете свысока, это, конечно же, будет ранить вас». И я хотел бы завершить сегодня цитатой, которая меня коснулась, потому что люди, написавшие Библию, были действительно смиренными людьми. Писатель Боб Гасс написал этот текст. Вот что он наблюдал. Матфей, который написал Евангелие, упоминает свое собственное имя лишь два раза, и оба раза, чтобы говорить о себе, как о простом сборщике пошлин. Он стал евангелистом Матфея. Перечисляя 12 апостолов, он ставит себя в восьмом списке. Иоанн. Иоанн даже не упоминает свое имя в своем Евангелии. Имя Иоанн встречается 20 раз, но речь идет об Иоанне Крестителе, а не о нем самом. Что касается автора, он предпочитает хранить анонимность и называть себя учеником, которого любил Иисус, или другим учеником, Лука, который написал Евангелие и также книгу Деяний, ни разу не упоминает свое имя. Павел, апостол Павел, который написал несколько посланий, говорит о себе, что он немощный. Это второе послание Коринфянам 12 глава. Он считает себя меньшим из апостолов в первом послании Коринфянам 15 главе. Пять лет спустя он заявляет, что он наименьший из всех святых. Ефесианам 3 глава. В одном из своих последних посланий он говорит о себе как о первом из грешников. Это место мы можем найти в первом послании Тимофею 1 главе. Чем старше он становится, тем незначительнее он себя считает. Он воздает всю славу Богу. Смиренный человек воздает всю славу Богу. Гордый человек нуждается в том, чтобы притягивать славу к себе и ставить себя впереди. И завершаем мы Давидом. Давид не писал псалом о том, как он победил Голиафа. Однако он написал впечатляющий псалом о том, что произошло в момент слабости. Этот текст повествует о том, что произошло тогда, когда он совершил прелюбодеяние с Версавией и убил ее мужа. Это 50-й псалом, один из самых мощных псалмов, который говорит о смирении, о способности признать свою неправоту и покаяться. Гордый человек не признает свою неправоту. Смиренный человек признает свою неправоту и Бог поэтому дает ему благодать. Если вы смиренны, вы получите Божью благодать. Если вы горды, Бог будет противиться вам. Итак, не забудьте нашу тему. Смирение – это защита для нашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Облекитесь. Это замечательной чертой, которая была центральной в жизни Иисусом. Будьте подобны Ему. Ходите в благословении благодаря вашему смирению. И еще раз говорю, что смирение – это защита благословения вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова